хлеб это один из самых популярных продуктов на нашем столе в этом видео вы узнаете почему не стоит есть хлеб и как он пагубно влияет на ваш организм досматривайте ролик до конца будет полезно и интересно откуда же растут ноги и почему мы часто едим хлеб почему наши предки его ели и почему он считается пожалуй главным продуктом на столе потому что издавна это была крайне доступная вещь и простая приготовление именно поэтому сажали пшеницу и делали хлеб но только в наше время люди задумались а действительно он полезен и зачем его вообще есть стоит сказать что хлеб бывает разный сейчас мы разберем все виды хлеба и вы узнаете какой полезный а какой нет белый хлеб о про него говорят очень часто дело в том что у него самый высокий гликемический индекс а вредно это выражение тем что это провоспалительный фактор а это напрямую влияет на ваше старение еще много процесса в вашем организме и множество заболеваний которые происходят внутри нашего тела происходят из-за микро воспалительных процессов именно такие продукты которые имеют высокий гликемический индекс и влияют на старость на здоровье ваших органов и всего тела второй фактор который есть в этом хлебе это то что он производится из рафинированной муки из-за этого в таком хлебе мало витаминов и минералов ну а вишенкой на всем этом становятся дрожжи ведь они вымывают кальций из нашего организма и особенно белый хлеб противопоказан людям заболеваниям желудочно-кишечного тракта хлеб со трубями первую очередь такой хлеб является хорошим источником клетчатки она положительно влияет на наш кишечник способствует протещению нашего желудочно-кишечного тракта ну и микрофлору она тоже питает что хорошо сказывается на вашем кишечнике стоит добавить что если вы будете съедать в два раза больше клетчатки выше нормы то это не будет положительно сказываться на вашем организме а даже наоборот без дрожжевой хлеб самое интересное что гликемический индекс в нем ниже нежели в белом хлебе ну и калорийность соответственно а диетологи по всему миру советуют именно его взамен белого хлеба таком хлебе зачастую имеются витамины которых так не достает в белом хлебе а также минеральные соли и в частности витамины группы b а также самое главное что в таком хлебе имеется драгоценная клетчатка если говорить о норме тот человеку в день нужно съедать около 30 40 грамм клетчатки чтобы ваш желудочно-кишечный тракт отлично работал понятное дело что без дрожжевом хлебе не используются дрожжи но как же он тогда делается все дело в том что для производства такого хлеба требуется специальная закваска которую добавляют также и соду с одной стороны это плюс а с другой это минус потому что некоторые люди будут испытывать дискомфорт когда будут употреблять такой хлеб все из-за такой смеси из которой делают этот хлеб но происходит это когда у вас есть заболевания поэтому для обычных здоровых людей все будет в норме глютен что же это его еще называют клейковина зачастую диетологи рекомендуют отказаться от глютена все дело в том что какая-то часть людей на планете около двух процентов имеет очень серьезную непереносимость глютена именно таким людям рекомендуют отказываться от глютена ну и хлеб сюда тоже входит а вот 98 процентов которые остаются не факт что они тоже отлично его переносят да вот такая вот дилемма ведь можно переносить его хорошо а можно не очень и тогда вас может появиться вздутие аллергии а также скрытая непереносимость глютена что определить гораздо сложнее можете для себя попробовать отказаться от глютена содержащих продуктов и посмотреть как вы будете себя чувствовать этот процесс может занять две-три недели и уже тогда вы сможете понять как вам без него но давайте смотреть в корень проблемы что такое глютен как выяснили ученые это природный яд например злаковые растения используют глютен чтобы отпугивать насекомых и вот тут то уже настает главный вопрос зачем его употреблять в пищу именно из-за того что это природный яд некоторые люди все-таки не склонны его переваривать искусственное отбеливание муки обычную муку зачастую отбеливают и самым дешевым способом именно эти химикаты негативно влияют на наш организм нужно сказать что есть хлеб принципе можно вот только предпочтение свое стоит отдавать бездрожжевому хлебу или хлебу со трубями но не стоит перебарщивать и с ними нужно съедать около 150 грамм в сутки для нормальной работы нашего организма но стоит сказать что вы должны смотреть за вашим организмом если вам не становится плохо после употребления такой пищи то в принципе употреблять ее можно только в норме но если у вас есть какие-то заболевания особенно желудочно-кишечным трактом то таких продуктов особенно от белого хлеба стоит отказаться белый хлеб может явно негативно влиять на ваш кишечник а какие продукты еще его убивают смотрите вот в этом ролике подписывайтесь и до скорого друзья